Нас огорчает, когда мы не видим результат и не получаем ответ на свою молитву, куда смотрит Бог. Поймите, вера — это закон Божьего Царства. Пренебрежение этим законом, незнание закона, непонимание того, как он действует, приводит к тому, что Бог ничего не может для вас сделать, так как Ему нужна ваша вера. Без нее никуда. Вера приносит результат. Матфея 6, 24. Все вместе читаем. Готовы? «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить, не можете служить Богу и маммоне». Маммона — это не только деньги. Это вся мировая система в целом. Написано, что нельзя служить Богу и маммоне. Нельзя угодить Богу, живя по мирским законам. Как уже говорилось, живя в этом мире, будучи верующими людьми, важно помнить, что это две разные операционные системы. Есть две операционные системы, но выбрать можно только одну. Нельзя жить и по законам этого мира, и по Божьим законам. Не получится. Но у нас есть выбор. В книге Второзакония написано, что это выбор между жизнью и смертью, и благословением и проклятием. Другими словами, нельзя оставить себе и жизнь, и смерть, и благословение и проклятие. Или-или. Точно так же написано, что когда мы получаем новое рождение, мы становимся новым творением, получаем новую жизнь. Древнее прошло, теперь все новое. В том числе и ваш образ жизни. Верующего человека отличает его образ жизни, который так же меняется. Мы знаем, что миром правит дьявол. Он управляется преимущественно страхом. Страх — это заменитель веры. Будучи движимы страхом, вы обречены на смерть, что в свою очередь проявляется в болезнях, проявляется в нищете и в прочих атрибутах смерти. Как результат, ничего хорошего. В системе Божьего Царства всем управляет Иисус. И она управляется верой. Вера приводит в действие механизм жизни, что включает в себя здоровье, преуспевание и прочие атрибуты счастливой жизни. Как результат, полноценная жизнь. Выбор за вами. Вы спросите, почему? Как вы знаете, мир научился побеждать болезни, нищету и зависимость. В Божьем Царстве также существуют методы борьбы с болезнью, нищетой и зависимостью. Однако в мире до сих пор существуют неизлечимые болезни. Либо лекарства, которые только проходят испытания, или вам не достались квоты, или вам это недоступно, быть может, вам не повезло с цветом кожи, или у вас нет связи, или образования. В мировой системе, в мировой практике, существуют жесткие рамки. Посмотрите вокруг, ситуация крайне нестабильна, имеет место острый дефицит ресурсов. И что тогда? Однако в Божьем Царстве у Бога есть свои методы борьбы с нищетой и болезнью. И у Него ни в чем нет недостатка. О Божьем Царстве в Библии написано, что у Него нет конца, у Него нет рамок. Когда вы болеете, Иисус не ищет лекарства. У Него уже есть лекарства. Аминь. Так что выбирайте. Пришло время отделить овец от козлов, пшеницу от сорняков. Выбор за вами. Пожалуйста, поймите. Не ждите до последнего, когда все рушится, и как раньше уже не получается, чтобы прийти посмотреть, будет ли толк, так как это требует практики, времени, требует знаний, чтобы другая система пришла в действии в вашей жизни. Как говорит Брат Копленд, мы залезли в долги в мире и думаем, что Иисус должен за это платить. Но что тут скажешь? Вместо того, чтобы обратиться к Богу и послушать, что Он скажет, мы идем в мир, мы смешиваем понятия. мы идем в мир, залезаем в долги и хотим, чтобы Иисус за это заплатил. Подхватив инфекцию в миру, мы просим Бога исцелить нас. Мы путаемся с миром, попадаем в западню, а потом хотим, чтобы Иисус дал нам свободу. Вместо того, чтобы полностью посвятить себя Царству, жить для Царства, поступая по Его законам, узнать, как можно жить без долгов по законам Царства, как не болеть по законам Царства, как иметь счастливую семью по законам Царства. Так нет же, мы идем в мир, попадаем в беду, а потом просим помощи у Бога. Это я хорошо сказал. Слава Богу. В расширенном переводе написано, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет преданно служить, а другого презирать». И бесчестить его. Когда я что-то презираю, это не имеет веса. Если я поступаю, как этот мир, Божье Слово не имеет веса. Возможно, вы думаете, что поступаете правильно, но в конце разрушение и смерть. Тогда как по-настоящему правильно, это только по Божьим меркам. Так и только так. Вы можете выбрать то, что лишь кажется правильным, или узнать у Бога, как правильно, и получить желаемый результат. Нельзя смешивать системы. Нельзя служить Богу и Его Царству, и вместе с тем служить дьяволу и Его мирской, вавилонской системе. «Перестаньте надеяться на людей». Иеремия 17 глава. «Одна система принесет благословение, другая — проклятие». Проклятие — это путь неудачи. Что такое благословение? Благословение — это доверенность на успех. Осталось решить, благословение или проклятие. Все сложится, или все пойдет прахом. Иеремия 17, 5. Здесь сказано. Иеремия 17, 5. «Кто не успел, тот опоздал». Иеремия 17, 5. «Кто нашел, скажите аминь». «Так говорит Господь, проклят, что означает склонность к неудаче? Иначе говоря, что бы вы ни делали, все зря. Все идет прахом. Что такое? Написано. «Проклят человек, который надеется, опирается, доверяет на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Такой человек демонстрирует неуважительное, не почтительное отношение к Богу. Пренебрегая Божьим словом, вы пренебрегаете Богом. Его слово не является для вас авторитетом, не имеет решающего значения, равно как и сам Бог. Он говорит, «Вот что бывает с тем, кто полагается на человека». Написано. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск, в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой». В седьмом стихе говорится, «Благословен, у него есть сила, стать успешным человек, который надеется на Господа». Скажите, «Я доверяю Богу». Доверие говорит о посвящении. Вера — это признак посвящения. Благословен человек, который надеется на Господа, полагается на Господа, опирается на Него, и которого упованием единственная надежда — Господь. Ибо Он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни Свои у потока, не знает Оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи Оно не боится и не перестает приносить плод. Когда вы доверяете Богу, даже засуха не может навредить вашему урожаю. Вам не страшен кризис. Вас не пугают мировые катаклизмы. Вы все равно не полагаетесь на мировую систему. Ваше упование и надежда в Боге. Аминь. Как видите, я очень хочу, чтобы вы сделали свой выбор. Когда выбор сделан, вам предстоит научиться этому, уделить этому время, опробовать это, чтобы добиться результата. Кто это понимает, скажите «Аминь». Откройте Матфея. Если это все, о чем пойдет речь, что ж, слава Богу, Аллилуйя. Слава Богу. Я это чувствую. Чтобы получить помазание, не обязательно громко кричать. Иногда это происходит в тишине. Я верю, что кто-то будет исцелен прямо во время проповеди. Я верю, что сила Божья сойдет на это место, на всех, кто нас смотрит. И дело вовсе не в шуме, а в том, что вы вкусили слово веры. И сейчас оно набирает силу, и скоро благословение придет в вашу жизнь. А вы тихонько сидите и думаете, «Ой-ой, я кажется исцелен». И вот еще. Пока вы бросите все дела, сидите и слушайте проповедь, ангел Господень вступается в ваше дело. Вам не о чем переживать. Вам не о чем переживать. Бог мое упование. О, Иисус. Бог мое упование. 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Не можете служить Богу и той вавилонской системе, которая относится и мамона. Нельзя служить и миру, и Богу. Решайте. Далее в 25 стихе Иисус говорит о тревогах и волнении с точки зрения Царства. В отношении этого Иисус говорит, «Не заботьтесь о том, что вам есть и что пить, и во что одеться. Не переживайте об этом». Жизнь больше всего этого. Далее Он говорит, «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Тем самым Он говорит, «Если Я позаботился о птицах, которые не сеют и не жнут и не собирают в житницы, неужели Я о вас не позабочусь?» Поверьте в это. Поверьте, что Бог заботится о вас. Скажите, «Бог заботится обо мне». Скажите соседу, «Бог заботится обо мне». «Бог заботится обо мне». Я знаю. Я знаю, я верю. Он делает это, когда я болею, когда у меня нет денег, когда моя семья рушится, и когда все против меня. Знаете, Бог заботится обо мне. Если вы сомневаетесь, заведите попугая. Спокойно, Крефла, спокойно. Далее он продолжает и говорит, 28 стих. «И об одежде что заботитесь?» Не надо этого делать. «Я одел полевые цветы так, что Соломону и не снилось. Я одел полевую траву». Далее, в 30 стихе он говорит о том, что мешает ему позаботиться о нас. «Если уже траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мне пачу вас, мало веры». По сути, он говорит, «Я хочу вас одевать, а вы мне не верите. Хочу накормить, а вы мне не верите. Хочу дать вам работу, а вы мне не верите». Поймите, все, что вы хотите получить в царстве, требует веры. Он говорит, «Если я сказал, что накормлю вас, а у вас пустой желудок, это не моя вина, для этого нужна вера. Если я сказал, что у вас будет работа, а у вас ее нет, это у вас проблемы с верой». Тебе не понять. Тебе не понять. Постойте, на Бога не действуют слезы. Хочу, хочу, хочу. Его не возьмешь криком. Ни слезы, ни страдания, ни глобальной катастрофы, ни даже нищета, ни служат для Бога сигналом к действию. Будь это нищета, Африка была бы богатой страной. Бог смотрит на веру. «Вера». Скажите, «Вера». Еще раз, «Вера». Еще раз, «Вера». 32 стих. «Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Он знает все ваши нужды, и даже когда вы об этом знаете, Он знает, и тогда прежде вас Он знает, что вам может понадобиться. У Него есть все. Он знает все о вас. Он знает, сколько у вас волос, знает, когда их нет. Но для того, чтобы Он мог воплотить Своё знание на практике, от вас требуется вера. Вера. Далее 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это всё приложится вам. Ищите, стремитесь, приложите усилия, прежде всего Его Царство и праведности, подражайте Его делам и праведности, а всё остальное, вместе взятое, будет дано вам. Убедитесь, что Божье Царство занимает главное место в вашей жизни. Зачем просить помощи мира, а поняв, что не вышло, хвататься за молитву, как за соломинку? Царство помогает только тем, у кого оно во главе угла. И бесполезно для тех, у кого оно на последнем месте. Отдайте первенство Царству. Божье Царство — главная инстанция. Это то, во что я верю. То, на что можно положиться. Жизнь покажет, во что я верю. И если я сначала использую мирские средства, значит, у меня больше доверия миру. Итак, Царство — как приоритет. Божье мнение — на первом месте. Если вас интересует мнение Бога, которое изложено в Конституции Царства, то Библия — это Конституция Царства. Вера — это закон Царства. Соблюдайте его, и все будет хорошо. Я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы поняли, когда мировая система рухнет, не бойтесь. Мы живем по закону Царства. Бог заботится о нас. Аминь. Евреям 10 глава, 38 стих. Евреям 10, 38. Так вот, какое оно — Царство. Евреям 10, 38. Все вместе. Готовы? Читаем. Праведный вера и жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Согласно этому стиху, а еще и римлянам, 1, 17, и Галатам, 3, и Аввакума, 2, 4, нам, как верующим, предписано жить определенным образом. Кто знает как? Верой. В момент нового рождения человек получает праведность. Если вы рождены свыше, вам предписано жить верой. Вера как образ жизни. И теперь моя задача — это понять, научиться этому и решить, что я буду жить таким образом. А если я и дальше продолжаю жить по-старому, продолжаю жить по старым законам, это в корне неправильно. Для меня, как верующего, которому предписано жить по законам веры в Божьем Царстве, где Иисус, Господь, в корне неправильно, если, получив новое рождение, я пытаюсь и дальше жить в этом мире, поступая по старым законам, в рамках старой мирской системы. Праведник. Скажите, это я. Верою. Скажите, верою. Жив будет. Вот как надо жить. Верою. Верою. Вы скажете, он опять за свое. Вера уже не актуальна. Это движение уже в прошлом. Вера — это не движение, а образ жизни. И пока на Земле живы верующие, на Земле жива вера. Она не закончилась. Здесь есть верующие? И, похоже, вы еще живы. А если вы живы и рождены свыше, то как вам следует жить? Как? Представьте, что было бы, если бы мы об этом не проповедовали. Вот зачем мы это делаем. Чтобы научить вас. Чтобы вы знали, как этим пользоваться. Как применить это на практике. Если мы сможем это сделать, а вы будете послушно исполнять все рекомендации, все будет хорошо. Перестаньте кичиться своими знаниями. Пришло время сесть за парту. Вы думаете, что все знаете, что вам никто не указал. Как вы не понимаете, что даже будучи образованным человеком, по мирским меркам, в Божьих глазах, это глупость. Когда человек не хочет учиться жить по законам царства. И что толку от вашего университетского образования, если вы не понимаете, что все идет отсюда, из Божьей Конституции? Да. Так что не умничайте. Признайте свою глупость. Итак, как нам следует жить? Верою. Евреям 11.1. Но чтобы жить верою, нужно узнать, что это такое. Чтобы так жить, нужно сначала понять, что такое вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В расширенном переводе написано, вера — это гарантия подтверждения права собственности предмета веры. Вера — это гарантия подтверждения права собственности предмета веры. Мы знаем, что такое право собственности. Если у вас есть документы на машину, даже не видя машину, я знаю, что у вас есть машина. Об этом есть запись в свидетельстве о регистрации. Бронь в гостинице подтверждает наличие свободного номера. Даже если им придется кого-то выселить или поселить вас в президентском люксе, бронь подтверждает наличие номера. Вера служит доказательством того, что нельзя увидеть. В расширенном переводе написано, «Вера воспринимает как факт то, что не подвластно чувствам». Вера воспринимает как факт то, что не подвластно органам чувств. Послушайте внимательно. Согласно Писанию, откуда приходит вера? От слышания чего? Если убрать слова, выделенные курсивом, добавленные переводчиками, здесь сказано, «Вера приходит от слышания слова». Вера от слова. Как видно, без слова не будет и веры. Нет слова, и как следствие, мало слова — мало веры. Много слова, но сначала слова, так? А что если приравнять слово к вере? «Праведный» словом «живь» будет. Я, кажется, понял. Получается, что Божье Слово — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я, кажется, понял. Получается, что Божье Слово — это гарантия, подтверждение права собственности, предмета веры, доказательство того, что нельзя увидеть, и свидетельство его существования. Божье Слово воспринимается как факт то, что не подвластно чувствам. Получается, если я хочу жить по вере, я должен жить по Библии. Библия — это снаряжение верующего. Как спортсмену нужно его снаряжение, так верующему нужна Библия. Без этого снаряжения вы можете получить травму, пораниться и даже умереть. По аналогии, если вы не экипированы Библией, с вами могут случиться различные несчастья. Вас постигнет нещета, болезни и духовное отделение от Бога. Не знаю, почему вы решили, что можете обойтись без снаряжения. Что можно быть успешным, не читая Библию, не слушая проповеди, как футболисты без мяча. Вы представляете? Как это? Я хочу, чтобы вы поняли, как важно изучать Библию и делать это вдумчиво, с пониманием, применяя прочитанное к себе. Что тут непонятного? Измените свою жизнь. Я хожу в церковь. Зачем? Надо. Зачем? Не знаю. Говорят, помогает. Не поможет. В церкви и без вас хватает людей со странностями. От того, что вы придете в церковь, чудо не произойдет. Приходит человек в церковь, перед этим покурил травку, а потом рассказывает всем, что видел ангелов. Пока он не поймет, зачем пришел, так и будет. Посещение церкви — это лишь часть процесса изменения мышления, когда мышление меняется под воздействием слова Божьего. Вот что это такое. Нужно почистить здесь, затем взять информацию отсюда, поместить сюда, и тогда ваше мышление придет в соответствии с Божьим Словом, и уже не будет прежним. Когда ваше мировоззрение изменится, когда ваше поведение изменится, когда моя речь, восприятие и мышление меняются и становятся другим, мое мышление меняется. Разделяя его слова и взгляды, я мыслю, как он, чувствую, как он, поступаю, как он, живу, как он. У меня есть его характер, и, наконец, я исполняю его волю. Но если не прибираться здесь, ничего не менять, и не поместить сюда вот это, то все будет и останется по-старому. Мы ходим в церковь, как в банк, за деньгами. Благослови меня, Господь, давай. Давай, Господь. Мне нужны деньги. Пусть прольется дождь. Пусть прольется дождь, как в той песне, пусть прольется дождь. Не выйдет. Не выйдет. Я люблю вас. Я рад вас видеть. Но церковь это вам не игра в монополию Так нельзя Аллилуйя Может покрытие от ищетов поубавится А счет отвечает человеческим голосом Оплати меня Еще одно бесполезное занятие Хвала играет роль Но и она ничего не сделает Пока ваш разум не будет обновлен Я устал играть в церковь Видя людские страдания Как люди Умирают раньше времени Как всю жизнь живут в нищете Это ужасно Они ходят в церковь Но не знают, как надо жить по его законам Потому что там, куда они ходят Есть много хорошего Но к царству это отношение не имеет Приходишь в церковь, а пастор говорит Сегодня Мы рассмотрим место Писания Где написано Иисус плакал Тема моей проповеди Почему люди плачут Почему люди плачут Существует разный плач Детский плач Плач матери Мы все изредка можем поплакать Щенячий плач Существует много видов плача Иногда мы плачем По утрам А бывает Что и в ночи Плач 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 Аминь Слава Богу А теперь принесите Господу После таких слов А дьявол тут, как тут И наступают неприятности, болезни и безденежье Ну и что мне теперь делать? Остается только плакать Я только и знаю, что плакать Чем я занимаюсь по утрам? Плачу Слава Богу, что мы знаем Что надо делать в таких случаях Я открываю Библию Я верю каждому слову И я этим живу Вы меня до слез довели Если хотите знать Я себя имею ввиду Я и сам так делал И могу про себя говорить Потому что не буду на себя злиться Не буду играть в молчанку с самим собой Отворачиваться от себя Я могу о себе говорить Я не знал, как по-другому Слава Богу, что теперь я знаю Нам нужно слово Если мы хотим жить верой А что такое вера? И как это жить верой? Вера — это внешнее проявление Ну, во-первых Я беру ее из Библии И верю в Библию Но как все это совместить И как применить это на практике? Итак, вера — это внешнее проявление Нашей уверенности в Боге И в Его Слове Это внешнее проявление Вашей уверенности в Боге И в Его Слове Ключевое слово Уверенность Уверенность Можно выучить механизмы Откройте Библию Говорите Божье Слово Делайте это с верой Но если у вас нет уверенности Все зря Мы так хорошо научились притворяться Что не понимаем, что это требует уверенности Это означает Сто процентное доверие Что я могу на это положиться полностью Что это моя точка опоры То, в чем я уверен на сто процентов Уверенность на деле Чтобы понять важность уверенности Поймите Ее нужно развивать Ее нужно приобрести Чтобы развить в себе уверенность Нужно время и практический опыт Читайте Библию Практикуйте прочитанное И увидите Как растет ваша вера Время, проведенное с Богом Кто-то скажет Я буду молиться по пять часов подряд Потому что вижу, как это делают Многие помазанные проповедники Я буду, как они Нет, нет Вы не понимаете Они это делают, потому что Во время молитвы растет их уверенность в том Что я знаю его Я говорю с ним А он со мной В это время растет их уверенность Когда я читаю Библию Моя уверенность растет В этом нет никакой магии Просто чем больше я молюсь Чем больше я читаю Библию Практикую прочитанное Тем больше растет моя уверенность в Боге Что необходимо Если я хочу получить награду Уверенность на практике У вас была уверенность Когда вы вошли и сели Вы ни секунды не сомневались Вы были уверены Что кресло выдержат И соседние тоже А теперь представьте человека Который никогда не видел стул Он всю жизнь Сидел на земле И никогда не пробовал Сидеть на стуле Ему нужно время Чтобы убедиться Что стул выдержит Стул-то выдержит Но он в этом не уверен И пока он не перешагнет через себя И не попробует присесть Пока он не попробует стул на прочность Попробует раз Попробует другой Попробует третий Пройдет немного времени И однажды он, как и вы Придет и сядет Потому что будет уверен Стул его выдержит Так же и с Библией Когда в трудной ситуации Вы открываете Библию Вы уверены Вы уверены, что это поможет? Если я раньше этого не делал Если это впервые Если я до этого не был в слове То нет Кто-то скажет Я уверен Да неужели? Как можно быть в чем-то уверены? Не знаю, что это Представьте, что вы впервые взяли в руки пистолет Нажмите на курок И посмотрите, что будет Лучше, если вы это не знаете На все нужно время Часто мы об этом забываем Ограничивая общение с Богом Церковным служением Предпочитая потратить несколько часов в церкви И послушать проповедь Хорошая проповедь Мне уже лучше Все будет хорошо А потом разойтись по домам И на этом общение кончилось Вместо личного общения с Духом Святым С Божьим Словом Нам необходимо личное общение Чтобы, когда будет трудно Первым делом мы обращались К тому Чему мы доверяем А именно к Библии И полагались на нее Потому что доверяем ей В ней мы уверены В ней наша жизнь Но хотите ли вы так жить Не знаю, я еще не решил Не думал, что служение Бога Это так сложно Я думал, что достаточно ходить в церковь И молиться А там будь что будет Ошибаетесь Это личное общение с Ним Когда я говорю с Ним А Он со мной Он говорит со мной Он направляет меня Он утешает меня А когда все против меня Он обнимает меня И говорит Все будет хорошо Открой Библию Уверенность Евреям 10.35 Написано Итак, не оставляйте упования вашего Которому предстоит великое воздаяние Не оставляйте упования вашего Враг хочет отнять у вас Ваше упование Его цель Поколебать нашу веру Уверенность И посвящение Я говорю Я исцелен во имя Иисуса А боль становится еще сильнее И дьявол говорит А теперь веришь? Вам поставили плохой диагноз А теперь веришь? Тем самым Через ваши органы чувств Он пытается заставить вас Усомниться в вашей вере Вот почему Уверенность Это еще и признак посвящения Когда несмотря ни на что Я остаюсь тверд В своей вере Это и есть вера в действии Это и есть вера в действии Я не чувствую Что Бог слышит меня Не полагайтесь на свои чувства Я знаю Что Он слышит меня Потому что я молюсь По Его воле Секрет отвеченной молитвы не в чувствах А в том, что Он сказал Все, что просите у Отца Во имя Мое Сделаю Он не говорит Если вы чувствуете Что Он вам ответил Значит так оно и есть Это не вера Евреям 10.35 Не оставляйте упования Вашего, которому предстоит Великое воздаяние 36 стих А для того, чтобы этого добиться 36 стих Терпение нужно вам Нужно терпение Что такое терпение Терпение Последовательность Постоянство Мириться с чем-то И иметь терпение Это не одно и то же Мне приходится Мириться с пробками Я такой терпеливый Это не то Я каждый день говорю Что я здоров Я исцелен Как действовать терпение Я говорю Я исцелен У меня что-то болит А я говорю Я исцелен Болезнь прогрессирует Я говорю Я исцелен Неожиданно Будь прошла Я исцелен Врач говорит Что ничего не нашел Я исцелен Врач говорит Что я поправился Я исцелен Я отлично себя чувствую Я исцелен Я исцелен Постоянство Постоянство Или Бог мой Да восполнит Всякую нужду По богатству Своему В славе Я не буду нуждаться Пришел счет за свет Бог мой Да восполнит Всякую нужду Я не буду нуждаться Еще один У меня все хорошо Постоянство Если моя вера Способна поколебаться Под влиянием Внешней среды Я обречен На поражение Сегодня еще рано Говорить о том Что у вас есть вера Будет видно Через полгода Когда весь ад Будет против вас А вы будете повторять То же самое Что и сегодня Вот тогда я увижу Вашу веру Тогда я увижу Ваше доверие Богу Второе коринфянам Пятая глава Аллилуйя Наступает время Чудес и знамений Чудеса у вас дома На работе В огороде Второе коринфянам Пятая глава Давайте скажем Я верю Богу Я верю Богу Да Второе коринфянам Пятая глава Стихи с шестого По седьмой Итак Мы всегда Благодушиствуем Всегда Уверены И как знаем Мы всегда Уверены Знаем Мы всегда Уверены Знаем Что ранами Его Я истелен Что Он Восполнит Все мои Нужды Что я могу Быть уверен В каждом Его слове Павел пишет Мы уверены И знаем Это должно Стать нашим Девизом Я уверен В Божьем Слове Далее Он пишет И так Мы всегда Благодушиствуем И как Знаем Что Во дворясь В теле Мы Устранены От Господа Ибо Мы Уходим Верою А не Видением Есть мнение Что здесь Имеется ввиду Только то Что я вижу Так следует Из перевода Но в оригинале Это означает Все органы Чувств Человека Все органы Чувств Человека Это значит Что я живу Верой А не тем Что вижу Чувствую Осязаю Что можно Потрогать Что я живу Верой А не органами Чувств Я живу Верой Важно Понимать Какой силой Обладают Наши слова Когда вы Говорите Меня не Испугаешь Тем Что я Вижу Что я Слышу Что Чувствую Или Что Обоняю В то же В то же Время Органы Чувств Данные Нам Богом Это Божий Дар Который Помогает Нам Ориентироваться В окружающем мире Почувствовал Запах Дыма Лучше Пойти Посмотреть Не нужно Говорить Что Вы Ничего Не Чувствуете Хотя Вокруг Полно Дыма Понимаете О чем Я Суть В том Чтобы Не допустить Того Чтобы То Что Служит Мне Даром От Бога В этом Мире Обернулось Против Меня Уничтожив Потенциал Веры В этом Мире Аминь Все